Во Владивостоке почтили память детей жертв войны на Донбассе. В среду 27 июля прошла акция в Доме молодежи. В конференц-зале был проведен открытый урок без срока давности с показом одноименного фильма. После просмотра зрителям предложили высказаться об увиденном, но никто не стал брать слово. Знаете, когда закончился показ фильма, нас спросили, хотим ли мы что сказать, свое мнение, какие-то мысли. Но мы были вот с такими эмоциями, такие мысли, что слова даже не лезли, нельзя сформулировать то, какой это ужас, какая трагедия произошла со советским народом в годы Великой Отечественной войны. После показа участники выстроились в символ сердца возле памятника погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Они прочли стихи о войне и возложили цветы к небольшому мемориалу в память погибших детей. Участникам акции сложно было сдержать слезы. Вы знаете, ну это, конечно, ужасно. Это что-то абсолютно за гранью человеческого. И такого не должно быть, не должно повторяться, не должно было происходить. Но, к сожалению, происходило и происходит сейчас, в каком-то смысле повторяется. В том числе и жертвы детей. Это ужасно, это как это уму непостижимо. Но это наша реалия. Сюда никто никого не сгонял. Все сюда пришли по зову сердца для того, чтобы почтить память погибших детей. Почтить память детей пришли люди самых разных возрастов, в том числе и члены молодой гвардии и юной армии. Хотелось вспомнить о произошедшем этом. Еще раз грузиться в тем временем. Вспомнить, как происходило это все. Почтить память погибших. Очень грустно было, так как это все происходило здесь, с ними маленькими невинными. Они даже не подозревали, что вот в таком случае участвовали в этом. Это ужасно. Мы пришли сюда, чтобы почтить память, чтобы приложить цветы и прочитать стихи, посвященные этому событию. Чтобы быть вместе и не дать забыть все эти вещи, которые происходят на Донбассе. 27 июля объявлен в России Днем памяти детей, жертв войны на Донбассе. За весь период конфликта в Луганской и Донецкой областях погибли 117 детей. Василий Тихонов, Новости на Восьмом.